Столько животных в Саратов привозят нечасто. Верблюды, пумы, еноты, тибетские яки. Впервые в городе гостит американский бизон. На арене цирка новая программа «Испанская коррида». Мы еле разместили, честно говоря. Заняли даже слоновник неприкасаемое. Там установили станки, установили там и верблюд, и там и яки. Руководитель программы Виталий Тихонов. Это он. Сыном дрессируют рогатых и мохнатых. Говорит, от зверей им уже доставалось. Несколько лет назад от удара бизона одного из артистов госпитализировали с травмой колена. Я-то думал, что игра с быком будет, но это далеко не игра с быком. Это довольно-таки опасная настоящая коррида. Поэтому я ему всегда говорю, сынок, ты понимаешь, надо рисковать, но надо знать чем. Если там он выходит один на один и получает миллионы, то ты получаешь тысячи рублей за обеспечение только на хлеб и кусок колбасы. Идем за кулисы. Дрессировщики успокаивают. На рогах Яков и Бизонов специальная резиновая защита. В неделю эти звери съедают тонну овощей – капусты, моркови и картофеля. Представления в цирке еще не начались, а запасы сена уже исчерпаны. Пришлось докупать. Новую вещь невозможно надеть. Одел майку другую в репетицию. Уже надо об него потереться, обязательно испоганить. Ну а это, пожалуй, самое крупное животное во всей программе – американский бизон Дорис. Дорису 4 года по меркам животных – это буквально подросток. По словам артистов, бизоны довольно плохо поддаются Дорисуре. И какой-то номер могут сделать, ну, пожалуй, лишь за сухарик. Дорис, возьмешь сухарик? Они тупые, тупые. Их, чтобы выдержать какой-то трюк, требуется год-два. Эту программу надолго запомнят работники саратовского цирка номерами вне программы. Накануне бизон поведил покрытие манежа, а на генеральном прогоне с арены сбежала коза. Как пошутили в цирке, пошла поздороваться с директором. Кристина Трушина, Олег Буланов, Новости Телеобъектив. Продолжение следует...